В декабре 2014 года Валерий Радаев подписал постановление о комплексной инвентаризации бомбоубежищ. А ведь у нас их более 300. Сейчас мы находимся на самом большом объекте города Саратова. Его площадь составляет 2800 квадратных метров. Ну что же, посмотрим в каком он состоянии. Большой центральный зал, подсобные помещения и помещения жизнеобеспечения на данный момент не могут принять людей. Состояние нельзя назвать даже удовлетворительным. Именно здесь находились герб оборота толщиной половины метра. Но теперь они смирены и просто стоят тут. Надо еще сказать спасибо, что их оставили. Они сдали на бутыл металлолом. Несмотря на то, что объект считается действующим, он не охраняется. Это уникальное подземное сооружение. Здесь множество коридоров и комнат. Ящиков с противогазами и аптечками. Но сейчас здесь только пепел и жуткий запах гари. Такую ситуацию не одобряют даже саратовские диггеры, уже много лет освещающие подобные объекты в своих блогах. На протяжении нескольких лет я активно посещал бомбоубежищ Саратов в Саратской области. От себя могу сказать, что, как правило, у нас не происходит нигде никакое техобслуживание. Об этом даже смысла нет говорить. Скорее происходит все наоборот. Вплоть до спиливания многотонных противоударных дверей и разграбления имущества. Доходит даже до полной выкопки убежища, сломания стен, продажи оборудования. Даже дизельные станции многотонные выносят. И как бы никто этому не препятствует. Для молодых людей это развлечение, а для более старшего поколения это история. Александр Бернацкий проработал на заводе 27 лет. Видел, как эти все убежища строились. Видел, как их разрушали при уничтожении завода. Депутат Госдумы Алимова Ольга Николаевна уже второй год пытается добиться от наших правоохранительных органов, от территориального фонда имущества, от других организаций, отвечающих за объекты гражданской обороны, чтобы они хотя бы пришли, посмотрели на эти объекты, в каком состоянии находятся и есть ли они вообще. Она получает вместо этого отписки, что все хорошо, все на учете. Саратовские бомбоубежища на данный момент являются уже больше историей города, чем объектом укрытия от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на первые шаги, вопрос о их восстановлении все еще остается открытым, и правительству предстоит выяснить еще много нюансов. Александр Чумаков, Юлия Пустовит, Открытый канал.